МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аэрокосмическое агентство НАСА официально сообщило об открытии сразу 715 новых экзопланет. Космический телескоп Кеплер, стартовавшись с Земли в 2009-м, два года собирал данные о возможном существовании планетки, видимой ему части Вселенной, и еще два года проверял эти данные. Все эти небесные тела вращаются вокруг 305 звезд и имеют разные размеры. В основном это небольшие планетки вроде Нептуна, вторая по численности группа объекты вроде Земли. Более того, 4 обнаруженные экзопланеты входят в так называемую зону жизни. Таким образом, всего на данный момент астрономам известно около 1700 планет вокруг других звезд, и в ближайшие годы это число легко может превысить несколько десятков тысяч. По оценкам нашей галактики, ну, минимум 100 миллиардов планет должно быть. Причем сейчас пошло время, когда мы открываем огромное количество планет. Среди них есть такие планеты, где мы находим воду, то есть шлейфы атмосфер, которые теряют эти планеты, мы наблюдаем водород и кислород, значит, там есть вода. Открытые сегодня новые миры поражают многообразием. Газовые, водные, скалистые, металлические, гигантские и совсем крохотные, ледяные или раскаленные до нескольких тысяч градусов. Есть даже алмазные планеты, как гигантские драгоценные камни. А это самая темная из известных планет. Она настолько черна, что поглощает почти весь попавший на нее свет. Но цвет не всегда показатель того, что условия на планете ужасные или, наоборот, благоприятные. Эта голубая планета расположена на расстоянии более 60 световых лет от нас. На ней не прекращаются дожди и стекла, которые переходят в шторма. Есть миры, которые освещаются сразу двумя или даже тремя солнцами. Есть даже блуждающие планеты. Это небесные тела, вытолкнутые со своей орбиты и потерявшие свою звезду. Но на каких из них может быть жизнь? Должна ли она быть основана на углеводородных соединениях, как у нас? Жизнь основана на атомах других химических элементов. На атомах азота, на атомах, допустим, я не знаю, ну каких там, бора или кремния. Это вопрос отдельный. Дело в том, что образование сложных веществ – это сложный процесс. Углерод дает наиболее простые варианты, которые реализуются быстрее, легче. Вот углеродная форма жизни, я думаю, самая спространенная, наверное, все-таки. Большинство экспертов предлагает определять наличие жизни не по химическому составу планеты, а по спектральному классу ее Солнца. Именно в тех системах, где звезда древнее нашей, скорее всего, и существует взрослая и разумная жизнь. Также, если мы ищем инопланетян наподобие нас, а с иными формами разума мы вряд ли сможем взаимодействовать, стоит отсеять миры со слишком большой или малой гравитацией, чтобы братья по разуму были примерно нашего размера. Вот наша звезда Г. О, Б, А, Ф, Г, К, М. Это вот основная цепочка спектральных классов. Чем дальше я говорю букву, тем она холоднее. Г – желтая, К – оранжевая, М – красные звезды. Чем краснее звезда, тем она холоднее, тем ближе надо к ней находиться. Наверное, планетки, находящиеся вблизи маленьких таких красных карликов и звезд, я представляю, насколько это уютно, и даже миры. Какими-нибудь такими полями, озерами, маленькие планетки, вращаясь вокруг своей маленькой звезды, там живут свои жители. Существует мнение, что жизнь Земля – явление по космическим меркам совсем молодое. Ведь если нашей Вселенной 14 миллиардов лет, то Земля в три раза моложе. И вот научные умы терзают сомнения. Если есть множество миров, которые на миллиарды лет старше нас, неужели ни в одном из них нет жизни? Может быть, и есть. Туманно отвечают учебники. А может быть, и нет. Инопланетянина-то за руку до сих пор никто не схватил. Однако, пока астрономы ищут инопланетную жизнь в космосе, российский ученый, доктор биологических наук Алексей Шаров нашел ее буквально под ногами. Согласно его расчетам, жизнь на нашей планете намного старше самой Земли. Оказывается, что возраст жизни примерно 9,5 миллиардов лет, что примерно вдвое превышает возраст Земли. На первый взгляд это невозможно. Не может быть курица старше яйца. Не может вначале появиться на свет цветок, а потом семя, из которого он распустился. Не может вначале появиться живая клетка, а уж потом планета, на которой она родилась. Но, как выясняется, может. Генетик Алексей Шаров, исследуя проблемы эволюции в Национальном институте старения США, однажды заинтересовался законом Мура, согласно которому объем информации в компьютерах удваивается каждые 18 месяцев. Тогда Шаров решил проверить, а нельзя ли применить эту математическую модель и к эволюции живых организмов, то есть ДНК. Живые системы – это тоже информационные системы. Хоть это и не компьютеры, но тем не менее это информационные системы. И живые клетки используют информационные технологии, такие как дупликация ДНК, копирование, алгоритмический синтез. Алексей Шаров построил таблицу, в которой совместил скорость усложнения живых клеток и времени происхождения основных групп животных. Оказалось, что между ними существует жестокая закономерность, а значит, можно вычислить и возраст жизни на Земле. Для этого достаточно применить формулу, которую применяют для расчета компьютерных технологий. Что указывает, что удвоение функциональной, неповторяющейся части генома – это достаточно регулярный процесс, который происходит медленно, но достаточно равномерно во времени. Поэтому мы его можем использовать как часы для измерения возраста жизни. Результат оказался ошеломительным. Согласно графику доктора Шарова, получилось, что объем информации в генах живых существ Земли удваивался каждые 370 миллионов лет. Но если взять самую сложную систему, ДНК человека и двигаться в прошлое, то к простейшим бактериям мы придем через 9,5 миллиардов лет. Но Земля-то наша вдвое моложе. Да что там Земля? Вся наша звездная система. То есть получается, что предки наших микробов старше самого Солнца. Согласно теории доктора Шарова, напрашивается очевидный и невероятный вывод. Жизнь на нашу планету была занесена из далеких миров. Так высаживают уже проросшее семя в новый горшок. Надо сказать, что теория панспермии или посева из космоса в научном мире не нова. Тысячи ученых в разной степени поддерживают ее. Она была высказана когда-то Криком, это один из лауретов Нобелевской премии за генетическую спираль, и американским химиком Оргелом. Крик и Оргел написали статью, которая называлась «Посев из космоса». И они говорили о том, что 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Что она была заражена жизнью, видимо, какими-то непонятными, но разумными существами. Фрэнсис Крик и Лесли Оргел не выдумали эту идею, а пришли к ней в результате расшифровки ДНК. Ученые не только нашли аргументы в пользу внеземного происхождения жизни, они даже указали, где искать нашу прародину в более древних звездных системах. Эти разумные существа, скорее всего, прилетели из центра нашей галактики, где находятся молебденовые звезды, и что вокруг молебденовых звезд существует плантация жизни. Они основывали свои выводы, прежде всего, на тех химических компонентах, которые присутствуют в генетическом аппарате человека, и которые не очень свойственны, скажем, для Земли. Но Алексей Шаров считает, что жизнь на Землю прилетела не в виде гуманоидов на кораблях, а в бактериях внутри метеоритов. Группа американских ученых под руководством Дэвида Маккея первой высказала предположение о том, что внутри некоторых метеоритов, предположительно марсианского происхождения, есть следы ископаемых бактерий. Это значило, что даже если сейчас на Марсе жизни нет, то она там точно могла быть, хотя бы на примитивном уровне. Американские ученые, рассматривая плитки метеоритов под микроскопом, увидели странные частицы, отличные от всех известных минеральных образований, но зато очень похожие на современные морские водоросли. Вслед за Макеем сенсационным заявлением выступает НАСА. Метеориты действительно переносчики бактерий. В частности, на знаменитом метеорите Ефремовкое, найденном в Казахстане, есть окаменевшие микробные организмы. Второй, один из самых крупных метеоритов, Мерчинсон, тоже подвергся тщательному обследованию астробиологов. Обнаружен он в Австралии. А не так давно в Англии был обнаружен абсолютно новый микроорганизм. Он крупнее вирусов в 40 раз. Но бактерией не является. Биологи назвали его МИМИ, из-за мимикрии или маскировки под бактерием. Поразительные результаты дала расшифровка его генома. В МИМИ обнаружено 1260 генов, в то время как в обычных, традиционных вирусах их не более 100. Что это такое? Может быть некая промежуточная форма между вирусами и бактериями, которая способна пролить свет на загадки эволюции. Но как эта форма оказалась на Земле? Ничего подобного на нашей планете не было. Подвигаются самые невероятные предположения, среди которых это очередной представитель космоса. Алексей Шаров уверен, что новейшие исследования косвенно подтверждают то, что бактерии из метеоритов дали жизнь на Земле. Но где в космосе она зародилась? По всей видимости, на месте Солнечной системы была другая звездная система, которая взорвалась, то есть был взрыв суперновый. И, по-видимому, остались довольно большие куски материи, которые просто путешествовали. И потом они агрегировались и образовали Солнечную систему. Есть ли вычисления Алексея Шарлова верны? У этого феномена два объяснения. Первое. Жизнь на нашу планету занесена с других, более древних миров. В пользу этой версии говорит ряд научных исследований. К нам на частицах космическое поле, в метеоритах прилетают микробы и бактерии. Очень похоже, что к нам прилетают штроматолиты, колонии синих и зеленых водорослей, которые по возрасту старше Земли, старше Солнца. А это может говорить о том, что они точно инопланетяне, потому что они родились вне Земли. Тогда Земли еще не было. Вторая версия еще более фантастична. Какие-то неведомые нам космические силы искусственно вмешиваются в ход нашей земной эволюции, раскручивая ее колесо быстрее, чем нужно. Только в этом случае тот путь, на который формам жизни требовалось 9 миллиардов лет, они прошли вдвое быстрее. Идея о том, что было ускорение эволюции, это захватывающая и занимательная идея. Как это могло быть возможно? На мой взгляд, ответ — космические лучи. Космические лучи проникают через атмосферу Земли, приходя из разных источников. Но большинство из них останавливаются в верхних слоях атмосферы, а остальные безопасно достигают Земли. Другие, такие как нейтрино, проходят сквозь человеческое тело и другие виды физической материи, не взаимодействуя ни с чем. Но есть некоторые виды космических лучей, которые, видимо, влияют на молекулярную структуру живых существ. Если все же предположить, что в далеком космосе взорвалась некая обитаемая планета, и наша Солнечная система подверглась массированной бомбардировке метеоритов, несущих уже готовые РНК и ДНК, то эти метеориты могли попасть и на соседние нам планеты. Подтверждением именно этой гипотезы служат новейшие сенсационные находки на Марсе. На фотографиях, сделанных марсоходами Opportunity и Spirit, обнаружены объекты, похожие на окаменевшие кости. И некоторые из этих ископаемых похожи на кости небольших грызунов. Видно, что они симметричны и имеют анатомическую структуру. Можно разглядеть глазницы, челюсть, костный гребень, носовую кость. Это удивительно. Если кто-то хочет доказать, что это просто камни, то пусть сначала объяснит, почему они так симметричны и имеют эти биологические признаки. Программист Дони Кшвинт возглавляет независимую научную группу, которая анализирует снимки Марса. В нее входят физики, историки, биологи, геологи и даже специалисты по трехмерной компьютерной анимации. В результате своих исследований они пришли к однозначному выводу. На Марсе раньше была жизнь. Фотографии, сделанные в Крате и Гусево, о многом рассказали специалистам. Если мы изучим эти фотографии, то найдем повсюду свидетельства части позвоночника, кости, черепа. Было бы странно, если бы мы находили повсюду исключительно черепа. Но там есть и другие части скелета. Найти на фотографиях эти части скелета очень сложно. Меня поймут исследователи Сахары. Там кости тоже выглядят очень незаметно, как куски камня на первый взгляд. И еще эти останки не разрознены. Если мы видим череп, то рядом находим и остальные части скелета. Сложно сказать, что это были за существа. Предварительно окаменелые останки, похожие на кости некрупных земных млекопитающих. А что касается разумных форм жизни, то донник Швиндт и его коллеги нашли нечто другое. Следы и в деятельности. Это пирамиды и дороги в регионе Сидония. Там есть несколько пирамид. Причем пирамиды намного больше, чем на Земле. Там вроде чуть ли не 2-3 километра высотой. И есть также сфинкс. Если бы все эти конструкции были созданы природой, тогда между ними не наблюдалось бы некоторых геометрических и математических закономерностей. Но такие закономерности наблюдаются. Марсианские пирамиды идеально сориентированы по полюсам планеты и также относительно друг друга. Но более того, археолог Уин Гершель заметил, что объекты вокруг лица на Марсе и долина пирамид в точности повторяют схему созвездия Плеяд. На Марсе в регионе Сидония есть каменное лицо, около которого есть идеальный кластер из семи скал. Корреляция с Плеядами феноменальна. На Марсе даже совсем маленькие детали ландшафта Сидонии совпадают с маленькими звездами Плеяд. Пока это наиболее точный узор, отражающий звездное небо изо всех, которые я видел. Но археолога Дони Гшвинда и его команду больше интригует другая местность на Красной планете. Эта гора находится в кратере Хаосарам. И это очень необычная гора, потому что в нее можно заглянуть. Она не закрыта, а полая внутри. И если мы увеличим картинку, то здесь на вершине можно увидеть круглое отверстие, купол. Специально для разгадки природы таких аномалий эксперты группы археолога Дони Гшвинда применили метод компьютерной фотограмметрии. Это способ по созданию трехмерной модели объекта по снимкам, сделанным с разных точек. Таким образом, можно даже рассмотреть те стороны объекта, которых нет на снимке. Эта технология широко известна. Она применяется не только в археологии, но и в криминалистике. Если мы возьмем трехмерное изображение, то увидим здесь платформу — пандус, который ведет прямо внутрь горы. Можно предположить, что здесь ездили какие-то объекты. И по этому пандусу заезжали внутрь горы. Выглядит как следы от текущей лавы. Но если взглянуть под правильным углом, то понятно, что это пандус, ведущий внутрь. И это отверстие — это дверь. Огромная. Это потрясающе. Но самое поразительное открытие на снимках этого района — гигантский барельеф на вершине карамиды. Крылатый диск. Точно такой же, как древний символ, хорошо известный на Земле. Крылатый диск является популярным знаком масонских лож, тайных обществ и даже военно-воздушных сил некоторых стран. Историки Ближнего Востока знают. Знак есть на каждом египетском храме, шумерской табличке или персидском барельефе. В Египте он обозначал бога гора и его территорию. История этого символа насчитывает около 8 тысяч лет. Первым делом найдем его в египетской мифологии. Там есть так называемые крылья Бехедети. Бехедети — это одно из воплощений египетского бога гора. Его изображают как фигуру внутри крылатого солнца. Стоящая фигура внутри солнечного диска используется также в зороастризме. С этим связана вера в бога Ахура Мазда. Он символизирует власть света и является творцом и покровителем мира и человечества. В шумерской мифологии диск означал отца богов Ашура и родину богов планету Нибиру. И я, как исследователь, могу с полной уверенностью вернуть Марсу его истинное имя древнее. А Нибиру — это имя Марса. Так вот, то знание, которое пришло с Марса на Землю и нашло свое отражение на Земле, в том числе в архитектурных сооружениях, оно очень коррелирует с тем, что мы видим на Марсе. Коллеги Доник, Швинды не спешат с выводами. Но гуманоидов на Марсе они все же нашли. Правда, нарисованных. В северной части кратера Тёби есть геоглифы. Огромные рисунки на поверхности планеты. Они похожи на те, какими исчерчено плато Наска в Перу. Это геоглиф — гуманоидная фигура из Наски. А это с Марса. На обоих рисунках круглая голова и что-то вроде шлема. Круглые глаза, и здесь такие же, и вытянутое тело. А это недалеко от геоглифов. Очевидно, что это не природные формации, прямые линии. Здесь повторяются точки, а здесь треугольная фигура. Это не могло быть создано естественным путем. Геоглифы Наска в Перу — феномен, который наука объяснить не может. На плато длиной в 50 километров и шириной около 7 нанесены разнообразные линии, геометрические фигуры и рисунки. Они видны только с высоты птичьего полета. Все в Наске так устроено, что полную картину можно увидеть только с воздуха. С Земли вы ничего не увидите, ни фигур, ни линий, ничего. Только с воздуха все открывается. И возникает вопрос, что это, собственно, такое? Линии около 13 тысяч, а рисунков около 30. Птицы, обесьяна, паук, цветы. Глубина линий от 10 до 30 сантиметров. Шарина отдельных полос может достигать и 100, и 200 метров. В длину же некоторые линии есть и по 10 километров. Это невозможно проделать на Земле, не видя всей картины в целом сверху. К тому же поверхность плато, на которой сделаны линии, неровная. Если эти фигуры идут по неровному рельефу, на снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Тогда как просто элементарно по закону, если бы это делалось на Земле, они должны были уже искажаться, потому что там гипотенуза всегда длиннее катета. Но вот на снимках сверху всегда эти фигуры выглядят идеально правильными. Как же все эти рисунки нанесли древние индейцы, шители ант? Для создания таких гигантских изображений нужна серьезная вычислительная аппаратура. Но даже если они обошлись без нее, кому были адресованы эти опознавательные знаки? Швейцарский исследователь древней цивилизации Эрих фон Дэнкен посвятил много лет феномену плато Наска и считает, что подобрался к разгадке. Обычно люди показывают фигуры пауков, обезьян и так далее, и делают вид, что в этом все и дело. Или показывают узкие линии, которые имеют ширину примерно один метр. Самая длинная из них — 23 километра. Но то, что не показывают зрителю, то, что видно с воздуха — эти громадные взлетно-посадочные полосы. А эти полосы — самое главное. По мнению Эриха фон Дэнкена, в глубокой древности кто-то пользовался этим плато как аэродромом или посадочной площадкой. И это может объяснить тайну параллельных расширяющихся линий. Я это так себе представляю. На орбите находился материнский космический корабль. Из него производились измерения. Например, им нужны ресурсы, минералы, руда, возможно, золото. Из корабля они видят место рождения. Это место необитаемо. Они понимают, что никому не навредят. И тогда они посылают машину-автомат — робота. Он приземляется на плато Наска. Он погружается все глубже и глубже. Вокруг летит песок и камни. Машина приземляется и начинает бурить. Производит измерения, какие ресурсы, минералы здесь есть. И после этого улетает. Остается линия. Трапецииобразная линия. Широкая часть ее находится в том месте, где робот приземлялся. В том месте, где взлетал, она сужается. Технические специалисты уверены, что люди не могли нанести вручную даже часть линий на плато Наска. Для всех изображений характерны два элемента — спираль и кнутообразная фигура. Они встречаются в самых разных масштабах, но всегда замкнуты. По мнению ученых, это доказывает, что линии рисовались сверху и непрерывно. Излучатель энергии, которая это творила по принципу работы, можно сравнить со сциллографом. Это свидетельство динамики в процессе изготовления вот этих фигур. Потому как, если взять просто зигзаги, прямоугольные, пиловидные, синусоидальные, это результат сложения движения в двух направлениях. То есть, если это импульсные скачки, то будет пилообразная. Если это мгновенные и с одной интенсивностью, это будет типа прямоугольных зигзагов. Если это плавно меняющиеся движения, это будут синусоиды. И вот для меня лично вот эти вот все особенности, эти зигзаги, спирали, они скорее говорят о непрерывном движении вот этого объекта, с которого шла эта энергетика. Каков же мог быть источник этой энергии, которая раздвигала и разбрасывала камни в таких масштабах? Радиофизик Алла Белоконь долгое время работала в Киевской комиссии по аномальным явлениям и изучала феномен НЛО. Это помогло ей продвинуться в разгадке тайны древних рисунков. У меня было впечатление, что я вижу в НАСКе иллюстрацию тех вещей, которые мне рассказывают про НЛО. Вот для НЛО характерны лучи аномального света. Почему я их так называю? Это они лучи еще твердого света, потому что лучи, которые выходят из НЛО, они не рассеиваются. То есть для электромагнитного излучения идет потеря мощности от квадрата расстояния, они как бы затухают. Именно энергетикой вот этих лучей, как Мак Кэмпбелл описывает, она способна притягивать предметы, переворачивать, давать им даже такой момент кручения. У рисунков НАСКа есть странная особенность. Все они выполнены одной линией без разрыва, которая нигде не пересекается. Физики отметили сходство рисунков линий с электросхемами, выполненными одним проводником. Он не может не пересекаться, иначе получится короткое замыкание, не прерываться. В этом случае будет разрыв цепи. Когда профессор Евгений Файдыш впервые увидел линии НАСКа, он подумал, что они напоминают печатные платы, а отдельные фигуры очень похожие на современные фрактальные антенны. Определенная форма, эта форма, она уже резонирует. То есть, в принципе, те же антенны, их можно карандашом даже нарисовать, если там графит, чтобы он проводящий был, она будет как антенна работать. Там не материал играет основную роль, а именно геометрия формы. Получается, Платон-НАСКа – это комплекс связей. Если линии НАСКа действуют подобно антенне, то есть принимают и передают сигналы, то возникает вопрос – куда же она направлена? По мнению Евгения Файдыша, ответ на этот вопрос следует искать не на Земле. Они настроены, по-видимому, на какие-то космические объекты и принимают информацию, энергию из космоса. Но тогда какую роль выполняют геоглифы на Марсе? Может ли быть, что у земных и марсианских рисунков один автор? Символы на Марсе и в НАСКе очень похожи, поэтому довольно легко установить взаимосвязь между ними. Это было бы слишком невероятно, что природа два раза совершенно случайно создала два таких похожих объекта. Все это – свидетельство того, что когда-то существовала связь между нашими цивилизациями. Но когда это было, определить практически невозможно. Физик Альфред Теплов считает, что авторами древних памятников и на Земле, и на Марсе могли быть жители планеты, которая раньше находилась между Марсом и Юпитером. Астрономы назвали ее Фаэтон. Сегодня на ее месте находится пояс астероидов. Химический анализ этих обломков показал, что это останки планеты, на которой, возможно, даже была вода. Все это позволило ученому предположить, что Фаэтон мог быть обитаем. Пояс астероидов больше ничего, ни на что я не опираюсь. Я уверен о том, что тут существовала планета. А почему она разрушилась, почему она не существует? Это уже другой вопрос. Астрономы не могут точно сказать, когда погиб Фаэтон. Называются даты и миллиард, и сотни тысяч лет назад. А по мнению Альфреда Теплова, катастрофа могла произойти и не так давно. И даже остаться в памяти людей. После того, как погибла планета какая-то, то на Землю обрушиться мог целый дождь этих метеоритов всевозможных. И эти метеориты могли привести как раз к возникновению Всемирного потопа. То есть они вскипятили своим падением океан, растопили эти северные и южные полюса, ледники. И поэтому действительно получилась такая история, что произошло затопление очень большой территории суши на земном шаре. В то же самое время знатоки древних текстов уверенно заявляют, что ни в одном манускрипте прямо не говорится, что кто-то прилетал с Марса или Венеры. А ведь эти небесные тела, видимые даже невооруженным глазом, были известны сэры самых первых наблюдений за небом. Древние народы уделяют внимание многим звездам, созвездиям, причем далеким от нас. Но ни в одном древнем предании, ни в одном манускрипте нет даже и близкого упоминания о том, что звездные прародители человека или небесные прародители проживали или пришли с планет, которые расположены близко от нас, с Марса, Венеры или с Фаэтона. Доник Швиндт склоняется к гипотезе фон Деникина. По его мнению, родина тех, кто нанес гигантские рисунки и построил пирамиды на Земле и Мерси, находится даже не в Солнечной системе. Я скорее сторонник той теории, что на Марсе и Сатурне мы видим следы пребывания именно пришельцев. Для меня марсиане скорее инопланетяне, а не туземцы. Сатурн — одна из самых загадочных планет. С тех пор, как космический зонд Кассини впервые записал исходящие от нее странные радиосигналы, прошло уже около 10 лет. Но ни НАСА, ни ученые других стран до сих пор не могут объяснить природу этих звуков. Запись попала в интернет. Энтузиасты уже назвали ее переговорами пришельцев, но послушайте сами эти леденящие кровь голоса с планеты Сатурн. Действительно, похоже на загадочные радиопозывные. Во всяком случае, четко слышен ритм и закономерности. Вот еще необъяснимые факты. Странный объект, снятый камерами Кассини, будто бы выстреливает струю плазмы. Что это? Сопло двигателя? Снимки были сделаны 20 ноября 2007 года. Кроме того, исследователи снимков телескопа Хаббл рассмотрели на Сатурне загадочный шестиугольник. А на кольцах планеты сигарообразные объекты правильной формы. Эта информация была опубликована в солидном научном издании, журнале Science News. Размышляя, какова вероятность, что инопланетяне есть и уже добрались до нас. Астроном Владимир Крупков вспоминает, что, возможно, и сам видел гуманоида. Все это произошло в странном аномальном месте Алтая, которое называется Черный Узел. Удивительное место, где сходятся три хребта на плату высотой 2200 метров. С ним выйдут каскады водопадов и озер в одно место, с другого там Палевское озеро. Дурное в народе, свечения, лучи какие-то бьющие с него. Народ старается в стороне обходить это озеро. Группа российских ученых, физиков, математиков, программистов и астрономов вооружилась приборами и отправилась исследовать странное место. Все они стали свидетелями фантастического происшествия. Там были палеонтологи из Китая, наши палеонтологи из города Ридер. И, по-моему, кто-то из американцев там был, из наемных ребят. И они говорят, что около их лагеря, там есть два холма таких, со черночками под водопадами, что около них облетала летающая тренка, похожая на канистру. Она сделала три оборота вокруг, присела недалеко от них и улетела. И вот они попросили нас приехать и посмотреть это место, где она садилась. Ученые начали изучать предполагаемое место посадки НЛО. Как вдруг пространство вокруг изменилось. Вот все нормально было вроде бы, а потом такое ощущение было, что потемнело. Вот ощущение, что как будто куполом накрыли каким-то, фильтром. То есть все было видно, нормальное ощущение, что свет в два раза упал. Вот как-то отвлеклись на это внимание и боковым зрением заметили движение. По словам Владимира Крупко, в нескольких сотнях метров от них по склону двигалось полупрозрачное существо. В чем было видно, ощущение, ну как из стекла существо сделанное. И горы переливались, вот как разная плотность, скажем, если это не однородное какое-то стекло, да, оно имеет форму какую-то, это вершины гор переливаются. И вот это продвигалось все около нас в том раз, как будто бы растворилось. Очень похоже на человека, похоже на того из фильма «Хищника». Это я всегда сравниваю, что очень похоже. Как полагается членам научной экспедиции, они независимо друг от друга зарисовали увиденное. Рисунки полностью совпали. Это не могло быть массовой галлюцинацией. К сожалению, больше никаких вещественных доказательств в тот раз добыть не удалось. И когда вот это происходило, даже мысль не возникла схватить фотоаппарат и сфотографировать. То есть вот настолько были поражены этим зрелищем. Мы потом попытались по тем вот камням, которые там были, по утесам, высота вот мы определили около трех метров. Вот так мы определили для себя. И когда меня спрашивают иногда, а сколько вы видели инопланетян? Я говорю, а сколько надо увидеть, чтобы поверить, что мы в этом мире не одиноки? Мне этого случая хватило за глазу. Откуда вообще родилась идея, будто тысячи лет назад нашу планету посещали пришельцы? Эпосы некоторых древних народностей прямо указывают на то, что их прародителями являются боги, сошедшие с небес. Если говорить о космографии, о расселении звездных предков древних народов, то, наверное, все-таки следует начать с Библии, где есть такие очень интересные слова. Кто есть творец созвездия Ориона и Семизвездия? Господь ему имя. Амоса 5.8. Под Семизвездием в данном тексте подразумеваются Плеяды. Это Франк Риппель, глава самой закрытой масонской ложи современности. Называется она Орден египетского масонства древнего и принятого устава Мемфис Мицраим. Франк Риппель раскрыл часть масонских тайн. И одна из них имеет прямое отношение к космосу. Рассказ свой глава масонской ложи начал с событий, которые произошли 12 500 лет назад. В этот исторический момент на Земле состоялось вот это разрушительное событие, которое называется Всемирным потопом. И очевидно, многие разные народы получили своевременное предупреждение об этом и предприняли какие-то меры для того, чтобы спастись. Масонские тексты говорят, что информация о грядущей катастрофе поступила не от кого-нибудь, а от пришельцев. Они имели на Земле своих представителей, жрецов и общались с ними, давая знания и контролируя развитие цивилизации на Земле. Однако на нашей планете случилось нечто настолько страшное, что им пришлось прилететь и вмешаться. Возможно, и побыть какое-то время. Вот почему у многих народов есть культ созвездия Орион. Орион — это то созвездие, откуда на Землю в древнее время сошли инопланетяне. И три египетских пирамиды поэтому полностью воспроизводят расположение трех главных звезд в созвездии Ориона. И не только эти пирамиды. И такие, и другие, как Красная пирамида, они всегда воплощают в себе полностью вот все созвездия Ориона. Красная или Ломанная пирамида в Дашури — очень странный объект. Летопись утверждает, что ее построили раньше трех больших пирамид в Гизе. А столь странная форма объясняется неверными расчетами при строительстве. Современная наука утверждает, что Ломанная пирамида получилась в результате того, что ее высота должна быть сперва запланированная 128 метров. Но из-за того, что там одна версия утверждает о том, что из-за плохой почвы стали трещины появляться в пирамиде. И поэтому пришлось изменить угол наклона с 54 градусов угол наклона граней до 43. Но немножко нелогично, конечно. Как это так? Зачем же тогда вообще не остановить, если началось разрушение? А вот что обнаружили технические специалисты при детальном анализе Красной пирамиды. Древние архитекторы зачем-то изменили угол наклона граней с 54 до 43 градусов. В день летнего солнцестояния лучи Солнца падают на верхнюю грань под углом 54 градуса. В этот же день, день летнего солнцестояния, то есть 22 июня, по нашему времени, скажем так, лучи Солнца падают под углом 43 градуса, то есть под углом верхней грани. Оказывается, даже эти параметры не случайны. Только что они означают? Если сумма углов у нас 43 и верхняя, и 54 в сумме составляют 97 градусов, то если от 180 отнимем 97, то у нас получается 83 градуса. Так, 83 градуса – это угол падения солнечных лучей в день летнего солнцестояния на Землю. Таким образом, по утверждению исследователей, не все древние тексты, легенды и мифы. В некоторых содержится реальная информация о прошлом человечества. Одна из загадок, которая волновала меня в моем исследовании, заключалась в той удивительной схожести тем и информации о мифах и традициях по всему миру. Например, очень удивительно находить в мифологии многих разных культур от древних майя до древних египтян, древних индейцев понятие о том, что Бог спускается с небес на Землю, со звезд, если хотите, а иногда даже с определенных звездных систем, например, созвездия Ориона или Плеяды. Такие боги приносили мудрость на Землю. По словам Фрэнка Риппеля, это объясняет, почему пирамиды находят в разных уголках нашей планеты у народов, которые разделены океанами и эпохами. Эти каменные сооружения – технология иной, более старшей расы. Цивилизации, которые никак не соприкасались друг с другом, все обладали умением строить пирамиды. Соответственно, очевидно, что было какое-то инопланетное влияние, какой-то контакт, в результате которого инопланетяне передали это умение строить пирамиды. То, что говорит этот человек, может показаться фантастикой. Однако мало кто знает, что в начале 80-х годов прошлого века к масонским тайнам и наследию древних цивилизаций с большим вниманием отнеслись советские спецслужбы. Сверхсекретный проект научно-исследовательского института КГБ СССР так и называли «Орион». В его рамках аналитики изучали древние тексты. Военные специалисты имели доступ к таким интересным библиотекам, как, например, Александрийская, потому что там есть, скажем, тексты, которые можно встретить только у историка Манифона. А мы прекрасно знаем, что все работы Манифона сгорели в Александрийской библиотеке. И конкретно указывается вот в этих документах, что вот именно те первые правители Египта, они были никим иным, как выходцами из других планет. Исследователь Николай Суботин утверждает, что его источники передали ему часть документов, с которых снят гриф секретности. При одном из подразделений КГБ был создан закрытый научный институт, который в то время носил название «Кодовая ромб». Все дела этого проекта, ну вот я разговариваю со специалистами, которые эти папки в руках держали. Некоторые папки мне тоже посчастливилось подержать в руках, то есть я понял, что это там не какой-то фотошоп, не новодел какой-то, это реально существующие документы. В документах советского проекта «Ориона» есть схема, где пирамиды Египта спроецированы на плато Наска в Южной Америке. И эта графическая модель также показывает, как созвездие «Орион» четко накладывается на комплекс пирамид в Гизе. Зачем это делалось? Возможно, аналитики просто искали сходные черты, но не исключено, что у них были и другие соображения. Очевидно, строя вот эти комплексы, может быть, это, знаете, вот как огромный пазл. То есть одна схема дополняет другую. Цели мы, конечно, до сих пор понять не можем, и сложно их понять, но тем не менее, вот прослеживая эти тенденции, понимаем, что влияние цивилизации было глобально, скорее всего, на всю планету. Историк Эндрю Коллинз сделал в Египте еще одно громкое открытие. Он изучал пульт созвездия Северного Креста или Лебедя. Исследователь заметил, что древнеегипетская богиня справедливости Маат изображалась всегда крылатой, либо с пером, украшающим ее головной убор. Рассуждая об этом, Эндрю Коллинз предположил, а что, если объекты на плато Гизы копируют не только Орион? Он наложил на карту пирамид схему созвездия Лебедя и был поражен. Сходство идеальное. С одной, опять же, небольшой погрешностью, которая и привела его к сенсации. Я понял, что есть еще одна звезда, которая не была представлена пирамидой. Это как раз был Денеп. Ярчайшая звезда, которая на небе отмечает вход в небесный мир. Когда я посмотрел на карте, я подумал, что, может быть, там есть какой-то вход в пещеру, которая существовала ранее, а сегодня ее нет. И я открыл, что там была гробница, о которой никто ничего не писал, которая находится в углу плато Гизы. Экспедиция, которую организовал Эндрю Коллинз, подтвердила, что под плато Гизы находится целый лабиринт из пещер и катакомб. В 19 веке уже была попытка исследовать подземелья под пирамидами. И тогда даже нашли странную гробницу, в которой находилось большое количество мумий-птиц. И я подумал, что, может быть, эта гробница, которую мы теперь называем гробница птиц, когда-то была входом в комплекс пещер. Исследуя эту гробницу, мы нашли в этой гробнице вход в огромную естественную систему пещера, которой никто не знал. Мы несколько раз исследовали ее. И ее открытие было всемирной сенсацией. Я много писал об этом. Интересно, что никто не знал, что эта пещера существует. Но мы нашли ее, что невероятно, потому что мы нашли ее благодаря знаниям об ориентировке по звездам лебедя трех великих пирамид. Созвездие лебедя, по мнению древних, считалось входом в небесные чертоги, которые существовали в Млечном Пути. Но мало кто знает, что с этой фигурой звездного неба связана загадка, которая сегодня не дает покоя современным астрофизикам. Лебедь — это источник так называемых космических крыс, субатомных частиц космической энергии. Космические лучи исходят из определенного источника в созвездии лебедя, известного как Лебедь Х3. Это либо черная дыра, либо нейтронная звезда на орбите куда большей звезды. И периодически этот источник выпускает космические лучи или радиацию прямо в сторону нашей Солнечной системы. Они облучают нас постоянно, даже под землей. Пока сложно сказать, искусственного ли происхождения это излучение. Над этим вопросом работают экспертные группы во всем мире. Созвездие лебедя в 21 веке важно тем, что это одно из главных мест поиска внеземной жизни. Сотни планет были открыты на орбитах звезд в районе созвездия лебедя. На некоторых из них практически определенно имеются какие-то формы жизни. Есть шанс, что когда мы наконец найдем доказательства существования внеземной жизни, крайне вероятно, что одним из первых мест, где эта жизнь будет найдена, будет созвездие лебедя. Уже сейчас некоторые исследователи космического пространства придумывают варианты названий возможным жителям из созвездия лебедя. Они верят, что поиск внеземной жизни увенчается успехом. По мнению астрономов, среди такого огромного количества планет, а их по предварительным данным может быть миллиарды, включая экзопланеты, обязательно есть обитаемые. Продолжение следует...